так и гостям привет с вами но с вами крепость мы продолжаем изучать не раз что тут стоишь и смотришь на мне так зелье сильное лечение это продать опа ха аметист слабое зелье маны прикольно выглядит если я найду кому я сбагрить хорошо вы прикиньте такое данность так пойдем дальше а нормальненько так мы находимся в этеревой бездне можешь видеть тех самых пауков о которых я тебе говорил им абсолютно до нас нет сейчас его вылазь на гром пук жретом эта фигня хотела пить так что не бухать просто так вот и 700 господи а нашего не бухать типа хоть закусывай точно не дал дело не знаю ты видел что творят кстати может отмечу лучше моего 50 36 на ручь записка а невероятно я с трудом нашел кусочек уголька и пишу эти строки надеюсь что хоть кто-то найдет меня и мои заметки это место полная данмеров надеюсь укрыться от них в этих руинах так скелет это что предыдущий предыдущий этот пред это предыдущий с тобой чувак который ходил довольно очевидно бросили записку у меня сейчас 70 кг нам ну ладно разберемся потом главное найти кому то сбагрить то сейчас я к деньгам прям очень привязан минус а я ранит маслину поймала а это было неожиданно довольно а сейф у меня как всегда в задницу да у меня гениальный человек нас с а а на а на 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 счет твой раб не такой бесполезный как ты его обзывал где мои стрелы а а а а то есть в прошлый раз я ее снес а 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 во а а и а а а а а а и когда ах ты собак к свиток водное дыхание жизни и вообще плевать на все это нифиге не жена хоть стрела подсвечивается уже хорошо а а я ей так стоп что у меня есть из вот это стене огню а так зелье яд а это было неожиданно где-то стрелы должны были нападать нет жалко чувствую здесь темно да будет еще одна записка нет двести семьдесят ох ты без 1 она кого не нужно и не нужно улучшать потому что я особо не собираюсь почему бы нет тридцатка а наверно я умру дай 100 прыгнул это дальше ушел как ни в чем не бывало хозяин ты где нормальный так хозяин хозяин мне страшно пока я не свободен я даже ничьи не давать и а эта крепость была великой но тайным городом и и обитателей не затронул ни один известных нам конфликт двимеров между собой или норды он уцелел его время так называемой этой риской войны более того робот работы по изучению добычи минералов никогда не прекращались ну круто же ты рассказывай рассказать как идти не лутать вы издеваетесь а чёрт для сохраниться здесь да так где стрела четырнадцать мяча надо выбрать какую броню качать он вижу может здесь оружием их бить этих скелетов уж смысла нет их фигачить с луком блин вода точно их добра так что здесь был в альфийская тридцать шесть да тридцать четыре давайте его ломать ох матерь моя вот это эффективе раньше таких не было бездна это огромная этеревая шахта двимеры научись добывать минерал создавать себя полностью просто невероятные вещи четырнадцать жители бхалазарма могли бы покорить весь там реал силы которую можно извлечь из этих недр к счастью они не преследовали таких целей двимеры всегда двимерами всегда двигал интерес к неопознанному он же их погубил идти осталось немного библиотека близко давай иди вперед вдруг там твой будет я его тут под ловлю классно да я придумал давай вон я вижу давай атакуй я приду и прикрой тебя ну ты же мак как бы у меня только топор конечно выглядит он прикольно конечно он держит вот так я вижу так конечно дебильная анимация да ближний бой здесь смотрите то есть я вот зажму вот просто бьет и вся выносливость шестяк сейчас позже покажу а по факту это будет выглядеть вот так ох мать моя я я я нет выяжда конечно вышло немножко обидно окна есть дофига свитка не веришь а загрузились неизвестно где чёрт что-то быстро кухня рука с печенью работает я тоже могу я могу магия сжарся а-а-а-а нет я понял что здесь я нет что за фигня на шоу Вот так. Так, сохраню, а то еще коньки двину раньше времени. Взял топор, пошел, да? Мы почти пришли, все же должны видны врата. Стопэ. Почему никто не собирает что-то, кроме меня никому не нужно? Или там есть сокровище, которые похлеще этого? Че, что скоро будут забиты, мы будем выкидывать лишнее. Куда дальше, шеф? А у меня так, по-моему, с него стрелы, а тут сигарета во рту торчит. А-а-а-а. На, забав. Так, что у нас тут, куда идти, где мы? А, фу ты. Куда он побежал? Здесь, оказывается, спуски. Ну, мы на месте, я достал необходимые мне книги, и мы готовы идти в центральный зал. Короче, я и пойду к ней. А ты иди в центральный зал, и разрешите отнайдись. Вот она, величайшая библиотека. Это маг, дополню. Было прикольно, если бы вот эти гады бегали. И воровали те книги. Свиток. Чуть зеленый. Огненная стрела. Ща, ладно, давай разберемся. На, быстро я себя захламил. Ну, я захламил с целью потом это продать. Все лишнее. И разбогатеть. Так, ну, я утащить ничего не могу. Замы отсюда пришли, да? Иди в центральный зал, и найди все, что необходимо. А че я не могу туда залезть? Было бы прикольно. Чую, сейчас на меня половина этого нападет. Этой башни магов, блин. Ну, будем выкидывать оружие, че делать? Оно самое тяжелое, все остальное, но... Так сказать, терпимо. Но раз книжки зеленые некоторые, скорее всего, я их не изучил. Так, ладно, куда мне дальше. Не, мне куда-то туда, наверное. Прикольно. Прикольно. А, черт. Пошли втуда-то. А, заглохли уже. Тоже мне работают вечно. Показался ли он цветок тащит? Фу. Забавно. На них тут тупо накачаться, да можно. А, тут еще и по периметру есть книги. Вес подходит к концу. Это не алкоголь, вроде бы. Ой, все продадим. Ой, будем богатыми. Я буду самым богатым рабом. Че меня-то радует? Тут все эти книженцы валяются. Так, стоп, че у нас еще происходит? А, да ладно. Так, стоп, а у меня тут дубли нету, он не покажет. Не схлопнет сразу. Так, предки и Денми, а Денми, выкинь. Рецепт чая. Нет, мне предложение ткать, не могу выкинуть. Обалдеть просто. Смотрите, здесь просто не реал, дофига книг. Книг свитков. Реально, стой. Великая библиотека. Правда, тут книги довольно примитивные все. Ах, все. Как будто. Что у нас самый тяжелый? Кираса, вес 4. Нет, не так много. 23. 17. Не стоит того. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Так, это мы выкинем Что мне теперь делать? Мне нужно как-то проникнуть в зал В зал я могу проникнуть только через основной проход Что это здесь? Какого черта здесь летают книги? Использовать печатная машина. Что делать? Необходимо Большой камень душ Иллюзия Том бешенства Да ладно О, цепная молния. Да Настиление болезней. Да Все Огонь, слушайте Эммм, это куда? Нужен ключ Какой-то куда-то книги взялись Ага, это центральное хранилище Но я еще не закончил звучать одну комнату Вроде много Сейчас я из книг еще могу слепить другие книги Отлично Дай-ка, куда мы теперь Митер, туда Красиво И кругом книжки валяются Вы издеваетесь Я же их все прочитаю Реально крутая библиотека Как можно было выдумать столько книг Нереал же Их никогда не закончили Игра будет проходить дальше и дальше Люди будут выдумывать моды и моды Патчи и патчи Все, конец Так, есть ли у меня лишнее? Или он сейчас не схлопнул? О, там заклинание Там заклинание Так, есть вес Так, теперь у меня еще и магия есть Что у нас здесь в разрушении Странно, я думал, у меня должна быть теплая молния Ладно Добавляю оплоть Свечи Так, сейчас так О, хорошо освещает Тоже нормально Можно закинуть вот это Добавлено Избранная дубовая кожа Не знаю, вы можете Ну да Новичок, уровень новичок Отдель наливает глаз брони Заклинание плюс 40 единиц Очень хорошая вещь, в принципе Ужистовая ярость Оставить Выражение Шару Огненность Пламя Величина 40 Призвать лук Так, надо все Так понимаю Подождите, у меня же должен быть еще там Том цепная молния Где-то по-моему Делать А вот Так, ну-ка Мне надо взять в руки цепную молнию Так Избранная Это убрать избранного Да убери ты Фонарик Надо в береги что ли взять У меня тупо магии не хватает Да вы издеваетесь Ого Блин, теперь не знаю Поход долгинная Стрела Имеет право жить То есть магия В этой части Даже возможно Больше чем Что-либо Потому что фонарь Или факел Таскать надо Сейчас с собой А здесь Просто шаришь Я однозначно рад Хозяин я принес Я вас Не подвел А это все тупица Это старый маразматик Чотен бах Мне надо собрать все необходимые книги Хорошо Дорогу назад Помнишь? Тебя теперь тащите в барахло в город И раздай заказчикам Я должен еще недолго задержаться А эти книги держи при себе Отдашь их мне лично в руки И ты отправь их мне позже Я возьму Я пойду Да и я пойду Не понял, что у меня свет кончился Так, надеюсь на меня никто не нападет А то я буду кричать и бежать Да, со следующим Наверное все-таки Попробуем прокачать магию Я еще думал жизни качать Сначала одно время О, я сплюнуть не могу Че, Селфри еще там? Что? А ты кто такой? А, и почему я удивлен, что ты меня не знаешь? Позовь представься Йен Илу, магистр дома Тилвании А ты стала быть прислуживая шатану Шанато Почему-то мне кажется, что тебе эта роль не подходит Спрошу еще раз Шатан в библиотеке Что это, черт побери? Что ты забыл, Йен? Следишь за мной? Сейчас нет времени Лучше скажи Какого стрига здесь происходит? Библиотечные пауки пытались отобрать у меня книги А я его прочитал И что мне, по-твоему, нужно было сделать? Ты глупее, чем я думал Вы там пока разбирайтесь У меня тут свет свечи Эй, ты! Иди сюда и передай в оружие Или что у тебя там есть Сейчас будет жарко Готовится и занять место рядом с ними С этими суицидниками Вы издевайтесь Я буду колдовать А че это у меня такое? Выжить А кто враг-то? Ха! Я-я-я-я-я-я! Че, врагов нету? Так, че я тебя могу ударить? пошел а еще идут что плохо дело вы серьезно так вот зачем мне книги дал дубовая плоть что происходит и вода так что еще музел быстрое лечение в томишь слева должно быть так что я из магии сейчас железная плоти грезовая руна пекста обозвращение водное дыхание не веди его сюда ты че творишь какая ужасная штука вообще без шансов подойди блин почему я должен разбираться с этими старпёрами так нужно сесть здесь и здесь куда-то убежать да наверное стоп я могу запрыгнуть вы какая там бейтесь я поищу куда могу заныкаться а и че теперь стой так бейте его бейте да пусть ему будет больно и вера и вера и цепи так теперь мне надо пережить второго да я не хочу умирать ребята так Значит, кот сайта нет. Так. У меня вообще да нет жизни. А как нам его победить? Так, но у меня нет квеста с ними. А! Ау. Да, делитесь. У меня нет с вами квеста выжить. Знаешь, что происходит? Вставай, чувак. Его надо победить, а как? А че, он справился? Да ладно. Ха, лошара, смотрите. Мы его сделали. Вообще, делать нечего. Пусть будет. Черт. Так, что я могу сделать? Мне надо что-то выкинуть. Где мерзкая книга? Нафига я не... Это еще не учитывая того, что что-то еще есть у меня там. Я пальцем показывал, просто не делай. Так, давай-ка этот мы продадим, этот оставим, этот продадим, скорее всего. Это все не важно, тебе здесь вообще не должно быть. Сиди в своем прогнившем шаре и рисуй свой нос в чужой вопрос. Мы уходим. Да. Это все не важно, да. Уходишь ты, а вот к твоему компоненту у меня есть парочка вопросов. Только посмей ему что-то рассказать, я тебя живьем сварю. И уходит. Да, здрасте. Для начала мне бы хотелось больше узнать о тебе, кто ты. Шананда придет мне говорить о своем прошлом. Очень жаль, но думаю, что это скоро изменится. Я следил за вами от самого города. В последнее время деятельность СЛ-3 дает все больше поводов для беспокойства, и не только моего. Я прослежу за тем, чтобы он добрался до города и без происшествий. От тебя я хочу попросить добыть мне кое-что. Не влети кей запечатанной дверь, возможно, тебе она сначала. За ней большое хранилище. Сделай должение, возьми оттуда любые мерзкие чертежи или свитки, где найдешь. Ты принеси их мне. Штату не отдавай. Их ни в коем случае. Вопросы? Почему мне нам нужно, типа, агать? Дело твое, разумеется. Хотя, просто спасибо за помощь в битве с Анну Мунклем было бы достаточно. Над вашим последним агам. Как видишь, он излишне импульсивен и может натверить дело. Я понимаю, что у тебя много вопросов, но настоятельно прошу тебя довериться мне и все. И все телевания... и не все телевания эгостичны. Ладно, у меня нет вопросов. Сюда я пойду. Хранилище набито золотом и прочими сокровищами. Их можешь оставить себе, когда добудешь. Все необходимое оставь. Оставайся в садре, ТКГ. Я тебя сам найду. Держи ключ от хранилища. И код. Какой-то ключ и код. Фиг знает, что это. Ладно, что у нас есть? Так, ты и настойка на травах. Все отлично. Это был... Лук такое говно, оказалось. Ха-ха-ха-ха. Да, мне надо подумать, что качать. Возможно, для этих случаев мне надо качать ножи. Два магических кинжала будет хорошо. Хотя лук и легкий булава, не знаю. Щит булава. Посмотрим. А пока мы можем заканчивать. Кому интересно, а кому интересно, мы начинаем читать книги. Что это такое вообще? Существо перед нами мерцало. Взгляд казался безжизненным. Рот открыт и закрыт, словно существовку вспоминало, как это делается. Капля слюны показалась из-за его клыков. И повисла... Турала. И повисла. Турала никогда не видела ничего подобного. Существо было огромным, похожим на рептилию. Но... Опиралась на ноги, как человек. Министра радостно зааплодировали. Дитя мое... Прокарка, ладно. Ты проделал такой большой путь за такое короткое время. О чем ты думала, призывает этого Деатра? Турала понадобилась несколько мгновений, чтобы вспомнить, что она, собственно, вообще ни о чем не думала. Она была потрясена тем, что попом проникла из материи реальности в царство Бливина. И выдернула оттуда этот портельный существо, призвав его в мир с силой своего сознания. Я думала о красном цвете, сказала Турала. Сосредоточить по его простоте и ясности. А потом я пожелала и произнесла чар. И вот, что она наколдовала. Желание могущественная сила для молодой ведьмы. Сказала Министера. И она хорошо сработала, потому что это Деатра. Суть простая сила духом. А можешь ли ты так же легко освободить свое желание? Турала закрыла глаза и произнесла освобождающее заклинание. Чудовище погляднело, как картинка на солнце, все еще смущенно моргая. Министера обняла... Обняла свою чтицу. Темного эльфа и радостно засмеялась. Мне до сих пор не верится. Ты с Ковеном всего месяц и один день. И уже произошло большинство здешних женщин. В тебе могущественная кровь, Турала. Ты касаешься духов, как будто ты касаешься любовников. В один прекрасный день ты возглавишь это, Ковен. Я видел это. Турала улыбнулась. Приятно, когда тебя хвалят герцогу Мархолда. Нравится ее красивое лицо. А ее семья, до того, как она обеспечила их перевозку, носила ее манерой. Кассир был просто товарищем. Его комплименты ничего не значили, но с министерой она чувствовала себя в том. Ты будешь возглавлять этот Ковен еще много лет, старшая сестра, сказала Турала. Мне бы этого хотелось, но духи изумительные. Товарищи и большие правдолюбы. Они часто туманно отвечают на вопросы, как и когда и как. Их нельзя винить. Вопросы, когда и как, очень мало значат для них. Министер открыла дверь хижины, позволяя свежему осеннему ветру развеять горьки и зловонный запах Деодрота. А теперь мне нужно отправить тебя с поручением в Эйрес. Это всего неделя пути в один конец. Возьмешь с собой Дориату и Целефину. Как бы ни стараемся быть самодостаточными, есть травы, которые мы вырастить не можем. И, похоже, придется нам потратить целую кучу драгоценных камней. Важно, чтобы люди в городе считали тебя одной из мудрых женщин с кефинкольтского камена. Ты увидишь, что от дурной славы гораздо больше пользы, чем неприятностей. Турала сделала то, о чем ее спросили. Когда она и ее сестры садились на лошади, Министера принесла ее дочку маленькую пятимесячную бестрель, чтобы она поцеловала маму на прощание. Ведьмы полюбили маленькую девочку, дочь злобного герцога, рожденную у диких эльфов в лесу в самом сердце империи. Турала знала, что женщина будет защищать ее ребенка даже ценой собственной жизни. После долгих прощаний и поцелуев, три молодые ведьмы ускакали в лес под покровом красного, золотого и оранжевого. К вечеру Мадаса в таверне обиженной дикобразы было полно народу. Огонь в яме в центре комнаты освещал собравшиеся засегдатых почти зловейшим светом и делал скопище тел, похожим на сюжет гобелена о наказании арктурианских еретиков. Кассир уселся на свое обычное место и заказал ковшин Эля. Ты виделся с бароном? Спросил Палет. Да, у него вроде есть работа для меня во дворце. Урвейус. Гордо сказал Кассир. Но больше я тебе сказать не могу, сам понимаешь, государственная тайна и тому подобное. Почему тут сегодня столько проклятого народа? В гавань только что пришел корабль темных элев, они только что вернулись с войны. Я только ждал твоего прихода, чтобы представить тебя другим ветеранам. Кассир покраснел, но сумел набраться сил, чтобы спросить, что они тут делают, у нас что, перемилия? Я точно не знаю, сказал Палет, но говорят, император и Вивек снова начали переговоры, а эти ребята хотят вложить деньги и считают, что у нас в заливе достаточно тихо, но мы все узнаем точно, если поговорим с ними. С этим словом, Палет схватил брата за руку и потащил его в другой угол бара. Это произошло так внезапно, что кассиру, чтобы вырваться, пришлось бы приложить немало усилий. Путешественники Донмеры сидели у четырех столов, болтали с местными жителями и смеялись. Это были хорошо одеты молодые люди на вид торговцы. Вели они себя немного развязно, хотя это было неудивительно, учитывая количество выпектов. Извините, сказал Палет, вмешиваясь в беседу, мой двоюродный брат кассир немного застенчив, но он тоже был на войне, сражался за живого бога Вивека. Единственный кассир, о котором я слышал, сказал один из Донмеров, широко пьяной улыбкой, пожимая кассиру руку, был кассир Уайтли. По словам Вивека, худший шпион в истории. Он был ужасным разведчиком. Именно из-за него мы потеряли Альдмарак. Надеюсь, ребята, я вас ничем не бил. Кассир улыбнулся и слышал громкий рассказ о неудаче с таким увлечением и подробностями, что, собравшись за столом, то и дело заходился смех. Кто-то смотрел в его сторону, но никто из местных не думал, что дурак, о котором рассказывает Толь, стоит рядом и слушает. Лицо его двоюродного брата выражало боль и разочарование, ведь он считал, что кассир вернулся новинным великим героем и уж, конечно, обо всем узнает. А с каждым пересказом этой истории, поведение в ней кассира оказалось слушателем еще более глупым. Каждая частичка своей души кассир ненавидел с живого бога Вивека. Он полубог. Горга в послепляющей белой мантии в форме жриц консерватории Хигата Морвы прибывала в город вскоре после того, как закончилась первая зимняя буря. Сквозь облака пробилось солнце, и на улицах появилась красивая молодая девушка Редгард, с сопровождением направляясь к дворцу. Сестра была высокой, худенькой. Сколько тут страниц? Худенькая, угловато и высокомерная, а корда, наоборот, маленькая, как лица, девушка с большими глазами. Горожане сразу же начали сравнивать с сестер. И месяц они прошло с казни леди Реджи. Пробормотала горничная, выглядывая из окна и подмигивая своей соседке. Не меньше месяца, как сестру, забрали из монастыря, согласилась. Другая женщина, наслаждаясь обсуждением интриги. Эта красотка не просто так сюда приехала. Реджа была невиновна, а посмотрите, чем она кончила. Кассир стоял на пристани и смотрел, как в воду падает ранний снег. Какая жалость, думал он, что он подвержен морской болезни. Теперь он никому не нужен, был во всем Тамриэле. От востока до запада. Истории века и в разведческих талантах мусолили во всех тавернах. Барон двиненно разорвал контракт с ним. Нет сомнений, что в Даггерфолле над ним тоже смеются. И в Донстаре, и бла-бла-бла, может еще и бла-бла-бла. Может быть лучше всего прыгнуть в воду и утопиться? Впрочем, эта мысль недолго занимала его. Кассира отверзала не отчаяние, а ярость, бессильный гнев, с которым он никак не мог справиться. Простите, сэр, сказал. Чей-то голос. У него из-за спины заставь его подпрыгнуть. Простите, что побеспокоило вас, но не могли бы вы порекомендовать душевную таверну, где можно провести ночь? Это был молотой человек, Норд, за плечами которого висел мешок. Очевидно, он только что сошел с корабля. Первый раз за последние несколько недель кто-то смотрел на кассира как на человека, а не как на величайшего идиота. Хотя у него было ужасное настроение, и он не мог помочь юноше, но кассир отнесся к нему подружески и внимательно. Вы только что прибыли из Скайрима? Спросил кассир. Нет, сэр, я туда направляюсь, сказал парень. Я иду домой, я приехал из Сентинеля. А туда из Трасмакая. А туда из Вудхарта и Валенвуда. Туда, бла-бла. Меня зовут Валик. Кассир предусмотрительно пожал Валику руку. Вы сказали, что приехали из Артеома? Пепсиджик? Нет, сэр, больше нет. Пожалуйста, чаймп, я был изгнан. Вы что-нибудь знаете о том, как призывать Деадра? Видите ли, я хочу наложить проклятие на одну очень известную личность. Можно даже сказать, на живого бога. А у меня ничего не получается. Барон даже видеть меня не хочет, но баронесса мне симпатизирует. И даже доступно... А, допустила меня в залы призвания. Кассир сплюнул. Я провел все ритуалы. Принес жертвы, и у меня ничего не вышло. Это все из-за сотосила моего бывшего наставника. С некоторой горечью ответил Валик. Два, три, четыре, пять. Что есть в фигасе? Принцы Деадр не будут приходить на зов простых людей до самого конца войны. Только псиджики могут советоваться Деадрами, то есть еще кочевые колдуны и ведьмы. Ведьмы, говорите? Бледные лучи солнца с трудом пробивались сквозь затянувшийся лес туман. Туралы, дуриалы и целефины подгоняли своих лошадей. Почва была влажная, тонкого слоя ини. Они были нагружены, и идти по горам было нелегко. Туралы пытались справиться с возбуждением из-за возвращения в Ковер. В аресте было очень интересно, и ей понравилось, каким страхом и уважением на нее поглядывали люди. Но в последние несколько дней она могла думать только о возвращении к своим сестрам и ребенку. Горький ветер сдувал ей волос на лицо, так что она не видела ничего, кроме тропы перед собой. Она не слышала приближения всадника, пока он не появился прямо перед ней. Повернувшись и увидев кассира, она вскликнула от радости. При виде старого друга ее лицо было бледным и устало, но она отнесла это за счет путешествия. Что привело тебя назад во Фригес? Улыбнулся. Тебя плохо приняли в Венене? Сносно, сказал кассир, но мне нужна помощь. В Скефингтонская ковенна. Поехали с нами, сказала Турелла. Я отведу тебя к министре. Четверка продолжила свой путь. Ведьмы развлекали кассира рассказами о Вайересте. Было очевидно, что Дориате и Целефине редко предоставляется случай покинуть ферму старой Барбин. Они родились там и были дочерями и внучками скефиксских ведьм. Жизнь обычного города в Хайороке была для них экзотикой, как и для Туралы. Кассир горел мало, но улыбался и кивал головой, поощряя их рассказы. К счастью, они не слышали истории о его подвигах на службе в армии Вивек. А если слышишь, то хотя бы ничего об этом не говорит. Дориата дошла до самого середины слышанной... А то, вернее, история о Воре, который оказался запертым на ночь в ломбарде, когда они добрались до знакомого холма. Внезапно она замерла на полусловии. Дом уже должен показаться, но его не было. Они пришпорили лошадей и помчались к тому месту, где раньше находился Скифингтонский ковер. Огонь уже давно погас. Не осталось ничего, кроме пепла... Остатков и полуманного... поломанного оружия. Кассир сразу же распознал следы орочего набега. Ведьмы соскочили с лошадей, разглядывая останки. Скифина нашла оборванный, окровавленный кусок ткани, из которых был некогда сшит плащ Министера. Она прижала его к покрытому золой лицу и рыдала. Турала звала Бючо Босреэль, но единственным ответом ей был ветер, разгоняющий пик. «Кто это сделал?» — кричала она. Слезы катились по ее лицу. «Глянусь, что призову само пламя!» «Обливина, что они сделали с моим ребенком!» «Я знаю, кто это сделал!» — тихо сказал Кассир, слезая с лошади, подходя к ней. «Я уже видел это оружие раньше!» «Это работа убийцы, нанятого герцогом Ворхольдом!» «Я боялся, что встречу с ними в Венене, но не думал, что они найдут тебя здесь!» Он помолчал. Солгать было легко. Прекрасная импровизация. Больше того, он сразу же понял, что она поверила его словам. Ее ненависть к герцогу из-за жестокости, которую он проявил к ней, стихла, но не исчезла. «Один взгляд на нее, на ее пылающие глаза, сказал ему, что она призовет Деадра и обрушит их общую месть на Морвин. А что самое главное, Деадра прислушивается к ней. И они прислушаются, ибо сильное желание только ярость. Даже ошибочная ярость». Фига себе книжечка тяжеленькая. Ладно, давайте бог животных. Статуя, которую можно наблюдать в Виллендвуде и частях Хаммерфуэла и Эльффер, похожа на уродливого человека с весами, принадлежащим Аяксу, богу животных. Происхождение весов, которых он держит, раскрывает в истинной воле и злом фермере. Похоже на то, что однажды злой фермер решил убить всех своих животных и устроить большую вечеринку. Как говорит история, каждое животное было убито и подготовлено к еде. Наконец, злой фермер пришел к Волу и приготовился перерезать ему горло. Вол, не желавший остановиться чем-то обедом, очень громко взывал к Аяксу. Конечно, это выглядело как громкое му. В тот самый момент Аякс появился, неся большой набор балансирующих весов. Съел фермера и исчез с этого дня. Аякс сильно популяризированный изображался с большим набором весов при себе. Хотя эта история прослыла в лучшем случае причудливо. Я лично знаю енота, который на самом деле говорил с Волом. То есть, до того, как Вол стал шпатом в кладовой местного трактира. Что? Какой гидон? Ладно, у меня нет никакой информации, насколько правдоподобна следующая легенда. Тем не менее, она вполне традиционна. Похоже на то, что много-много лет назад до правления Бла-Бла-Блада, даже до самого Бла-Бла, жил Вомбат, который был питомцем Леди Греллины. Дочерь лорда Пруфрока, ага. Леди Греллина любила Вомбата так сильно, как она любила ее с невероятной страстью, на которую только способна сумчатая. К сожалению, в Рок-Рике в то время было печальное время. Эпидемия пронеслась по городу, уничтожая товарной зерновой культуры. Затем пришла чума, вызывая у каждого ближайства сапожник кашель. Наконец, городских прокляла ведьма. Поэтому единственные слова, которые все могли произносить, было «Хм, точно». Все дела магазина и гиды исчезли из города быстрее, чем экстремальная быстрая штука. Леди Греллина видела своего отца в отчаянии и застрадании города. Поэтому она принесла в свой Вомбат и сказала, «Отец, мой Вомбат может спасти всех нас, так как он является священным животом для Аякса, Бога Живота». Единственная причина, по которой я не сказал это раньше, это то, что я подросток, находившийся в периоде, когда я не хочу общаться. Но, пожалуйста, загадай желание у моего Вомбата, и Аякс его исполнит, так как воин Вомбат любит меня. Король подумал, что это довольно странно, но ему было нечего терять. Поэтому он загадал скромное желание Вомбата, «Все, чего я хочу, чтобы бизнес вернулся в Рокри и никогда не покидал его независимо от бедствия». Не селилось сказать раньше, но король был всегда жесток с Вомбатом. Поэтому Вомбат попросила Аякса сдать магазин снаряжения напротив дворцовых ворот, которые невозможно будет обойти. Королевская связь закончила тем, что ее члены сошли с ума и съели друг друга. Но это и есть та причина, по которому и в наши дни магазин экипировки блокирует торговые ворота. Если вы мне не верите, то идите туда и посмотрите. Ну, это что-то странное. Так, ладно. Фига себе книг, вы с ума сошли? Я думал, я уже заканчиваю читать. Что-то я сейчас почитаю, все кончится. Тут их еще больше стало. Да, это долго. Ну, нам спешить некуда. Всем хорошее настроение. Всем до следующей серии. Всем пока. Самок древних поднимется с морских глубин. Вот такие дела. Ты достал руководство? Да. И где же оно? Ты достал руководство? Да. И где же оно? Нет, не достал. Dark Soul? Нет, он же теперь может пробудить темного дракона. И что, и это все? Я без понятия, что теперь делать. Ну, да. Здорово. А, надо вернуться. Да. Спасибо. Спасибо. Главной тетки. Карин. Поговорим с ней. Она явно должна нам подсказать, куда дальше идти. Напоминаю, ребята, это сеговская игра. Это вот игра с картриджа, да? То есть уже 6-й стрим, то есть 6 на 3. Понимаете, да? 18 часов на геймплее на картридже. Мне кажется, что некоторые современные RPG-ки не могут подобным похвастаться. Так что записывайте обязательно. Ты уже видел Крин? Да. А, ну тогда не важно. Здорово. Держи в курсе. Ты уже видел Крин? И что? Ага. Да. Думаю, вам все-таки стоит отправиться в промп. Это на юге отсюда. Но будьте осторожны. Мы видели там много монстров. Так, еще.